Часто вопросы учеников о станице Зеленчукской почему-то адресовали мне. Но мне понравилось отвечать на вопросы, чего не знала. Шла в библиотеку, вычитывала, выискивала. Научилась пользоваться компьютером. И поэтому, думаю, всё вместе, вот это состояние, желание оставить какой-то след жизни станицы Зеленчукской на бумаге, и сподвигло меня писать, продолжать. Валентина Зайцева проявила интерес к писательскому мастерству ещё во время работы в партийном комитете. Имея большой опыт общения с работниками сельского кластера и принимая участие в местных соревнованиях, Валентина с удовольствием описывала достижения всех участников. Работая спецкором районной газеты, большую часть статей посвящала жителям станицы Зеленчукской, которые с годами решила собрать в отдельный том. К тому же подоспел юбилей станицы – 150 лет. Я фотографировала, описывала с названием конкретных людей, с названием конкретных имён. Значит, освещала, в общем, спокойно, в таком нормальном тоне, жизнь станицы Зеленчукской. Её первая крупная литературная работа, признаётся Валентина, писалась втайне от всех. А после успешного издания первой книги Валентина продолжала сбор информации о родной станице и её жителях. Желание возродить утерянные фрагменты первой книги и появление новых историй толкали её продолжать творчество. В книге есть ещё один раздел – это о судьбах станичников. И вот в этом разделе я рассказываю от рождения самого первого человека, который появился в Зеленчукской. И всё его поколение просматривается с тонкостями биографии, какими-то интересными случаями. То есть я со всеми этими людьми общалась. Валентина Зайцева, будучи человеком целеустремлённым, всегда стремится к вершинам новых знаний. А будучи преподавателем иностранного языка, передаёт их детям с большой охотой. Сегодня они с мамой счастливо живут в Зеленчукской. Свою вторую книгу Валентина Зайцева подвела к завершению в день семьи, отмечавшейся в станице. Вот это всё на такой позитивной нотке. Да, ещё приезжают теперь на детскую площадку вот эти надувные всякие аттракционы. Значит, они были выставлены, я сфотографировала. И этой фотографией закончила своё повествование 165 лет станицы Зеленчукской. Асиджат Тоева, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.